Здравствуйте! Это программа «Вечер на седьмом». В студии для вас работает Татьяна Милинко. И поговорим мы сегодня о вакцинации и какие вакцины есть в наличии в Одесском регионе. С нашей гостьей поговорим. У нас в гостях сегодня Людмила Ивановна Самойленко, заведующая областным центром клинической иммунологии. Здравствуйте! Здравствуйте! Снимаем сюжеты часто. И часто говорят о том, что не хватает вакцин сегодня в регионе. Но не только у нас это проблема, это проблема в Украине в целом. Расскажите, каких вакцин не хватает? Ну, на самом деле, на сегодня у нас в достаточном количестве есть только вакцины для профилактики полиомиелита. Это неживая вакцина для профилактики полиомиелита, инактивированная вакцина, и живая полиомиелитная вакцина, которая к нам поступила как гуманитарная помощь для того, чтобы прекратить вспышку полиомиелита в Украине. Со всеми остальными вакцинами ситуация, к сожалению, не настолько хорошая. По сути, практически нет вакцины для профилактики дифтерии столбняка полиомиелита. То есть остатки, в общем-то, единичные. Ну, около 100 доз в общей сложности находятся на территории области, например, для профилактики дифтерии столбняка полиомиелита у самых маленьких детей до года. Чуть больше количества этой же самой вакцины для более старших детей, где-то на уровне 200 доз. Ну, так, чтобы было понятно… Норма какая, да, интересная. В общем-то, в год у нас рождается около, ну, где-то в среднем около 30 тысяч детей. Вот, значит, в среднем нам нужно где-то, ну, 60 тысяч доз. А у нас, получается, на 30 тысяч детей у нас, получается, 200 или 100 вакцин всего лишь. Да, а у нас имеется, да, в остатках буквально вот сотни доз. А с чем это связано? Почему нет новых вакцин? У нас нет производства в Украине, либо это связано с тем, что с Россией сейчас происходят такие политические войны, грубо говоря? Ну, на самом деле, за последний год, 15-й год я имею в виду, мы не получали централизованных вакцин. Это, ну, с достаточно большим количеством факторов. В последнее время мы работали вакциной для профилактики дифтерии столбника и полиомиелита и коклюша. Мы работали вакцинами бельгийского и французского производства. За счет того, что у них были определенные проблемы на производстве, на какой-то промежуток, ну, и плюс у нас были, видимо, в стране финансовые проблемы, и было недофинансирование программы иммунопрофилактики. То есть вот все это было связано, видимо, в комплексе, вот повлекло за собой такие последствия. Вот. Чуть лучше ситуация у нас получается с вакциной для профилактики кори краснухи эпидпаратита. Ее в общей сложности где-то, ну, хотя бы 5% от потребности. Вот. Ну, и плюс есть информация, что эта вакцина в ближайшее время у нас появится. Вот. И такая же информация есть по поводу вакцины от гепатита B. Она тоже у нас есть, ну, в не очень большом количестве от потребности, но она хотя бы есть. И те дети, которые нуждаются в этой вакцинации, и родители, которых согласны на эту вакцинацию, они, в принципе, могут пойти в поликлинику и привиться. Ну, и защитить хотя бы своих детей от кори краснухи эпидпаратита и гепатита B. А что касается таких вакцин для самых маленьких, как БЦЖ? Ну, с вакциной БЦЖ, к сожалению, ситуация тоже достаточно грустная. На сегодняшний момент у нас в остатках где-то в общей сложности около 500 доз. Потребность в вакцине достаточно большая. Это ведь обязательная прививка, правильно? Еще в роддоме. Ну, да, это обязательная прививка. Если нет показателей, там очень редкие случаи, когда не делают. Но в основном это обязательная показательная. Это обязательная. То есть первые три дня жизни нужно сделать эту прививку. Да. Точно так же, как в принципе в первые сутки необходимо сделать прививку от гепатита B. Но почему-то вот как-то к профилактике от гепатита B у нас относятся не очень, так скажем, доверчиво. По профилактике, конечно, туберкулеза все больше видят туберкулез. Его боятся больше, чем гепатита B. И, естественно, как бы более так лояльно настроены к вакцинации. Вот. Но есть такая... За последний год, за 2015 год с вакциной БЦЖ у нас было небольшое количество поставок. То есть в общей сложности в область пришло где-то в районе 12 тысяч доз. Что позволило нам привить наших детей на 24%. Вот. Конечно, это очень мало и очень низко. И за счет этого, ну за счет того, что вакцины было очень мало, основной контингент, который прививался, это были, конечно, новорожденные дети. Потому что вакцина БЦЖ защищает больше всего новорожденных детей. То есть мы больше всего боимся проблем именно у детей маленьких до года. Поэтому, естественно, приоритет отдавался детям до года. Но есть такая достаточно позитивная новость. Город закупил БЦЖ около 60 тысяч доз. Этого будет достаточно на вакцинацию 30 тысяч детей. При средней рождаемости в городе где-то 13 тысяч. Есть надежда, что дети города... Ну это именно вот за счет города. То есть это не централизованная поставка. Ну я вот читаю Униан, да, авторитетное достаточное издание информационное, пишут, что полтора, почти миллиона гривен было выделено на покупку. 1 миллион 200 тысяч гривен было выделено на покупку этой вакцины. Вот. Это 60 тысяч доз. Это достаточное количество вакцины для вакцинации детей города. Грустно то, что только для детей города будет использоваться данная вакцина. Но, в общем-то, как бы хотя бы появилась возможность ее приобрести не централизованно. И вполне возможно, что местные районные администрации будут тоже пытаться приобрести эту вакцину для вакцинации собственных детей. Она сейчас находится в Киеве. А скажите, как происходит процесс попадания ее потом в Одессу? Насколько я знаю, она у нас в Одессе. Я не готова однозначно ответить на этот вопрос. Но даже если она находится на складе в Киеве, она доставляется с соблюдением холодового режима. То есть все как положено. Она доставляется, пакуется в специальные термосумки, термосумки с термоконтейнерами. И, естественно, доставляется с соблюдением холодового режима. Ну, звучала информация, что в ближайшие дни, то есть следующая неделя, она должна появиться в поликлиниках в роддомах города Одессы. Ну, вот 60 тысяч доз – это на год где-то, да? Для города Одессы, в общем-то, да. Почему? Потому что это 30 тысяч детей. При рождаемости где-то 13 тысяч. Этого будет достаточно для новорожденных детей и для тех детей, которые недополучили вакцину ввиду отсутствия ее. А что касается такой вакцины, как Инди-Раб. Совсем недавно у нас была вообще страшная новость о том, что бешеная собака покусала семью, мужчину, женщину. И еще 6 человек были в контакте с этой собакой. То есть кормили, слюна попадала, они тоже в зоне риска. Вот расскажите, во-первых, может быть, вы знаете о судьбе этих людей. Удалось ли найти Инди-Раб? Да, потому что мужчина поехал в Киев его искать самостоятельно, но нигде его не было, потому что там собирали буквально по миллилитрам, миллиграммам для того, чтобы провакцинировать. И, не дай бог, конечно, человек не умер. Расскажите, пожалуйста, об этой истории. На самом деле это была немножко, так скажем, неорганизованная работа на уровне, я не могу, собственно говоря, даже сказать, на чьем уровне была допущена ошибка. То есть в Одесской области на сегодняшний момент 1600 доз вакцины Инди-Раб. И так как эта вакцина, это экстренная профилактика бешенства, так как это, в общем-то, смертельно опасное заболевание, то, естественно, вакцина выделяется и при необходимости она перераспределяется. И просто нужно было выполнить определенные действия, которые были сделаны с запозданием. То есть эти пациенты получили вакцину однозначно, они все привиты. Да, то есть они все привиты, и я думаю, все будет в порядке абсолютно, потому что на них было выделено достаточное количество вакцины. Вот. Практически я, чтобы не быть голословной, я сейчас скажу, в каких только районах у нас нет вакцины Инди-Раб. Вот. То есть где-то около 5-6 районов у нас пока не имеют вакцины Инди-Раб. Но, опять же, есть такое понятие, что это вакцина для экстренной профилактики, да, то есть это оказание помощи по жизненным показаниям. Поэтому, естественно, если в области есть эта вакцина, то происходит просто перераспределение. То есть районная администрация должна написать письмо, и на основании этого письма выделяется вакцина, она просто перераспределяется. То есть есть вакцина по остаткам, она есть в городе Одессе. Так как, к сожалению, количество бешеных животных достаточно увеличилось, каждый хочет обеспечить свою территорию, да, свою территорию, естественно, хочет обеспечить достаточным количеством вакцины. Поэтому мы пока ведем переговоры, чтобы вакцина была в резерве, вполне возможно, что ситуация решится. Но до тех пор, пока в области есть хоть одна доза вакцины, каждый нуждающийся, обратившись или в департамент здравоохранения, да, он, естественно, получит эту вакцину. То есть... Помимо Инди-Рапа, там же еще идет какая-то вакцина вспомогательная, да, которая в комплексе тоже, или что это? Там нужен иммуноглобулин. Иммуноглобулин, его у нас достаточно долго не было, на сегодняшний момент он тоже у нас появился, и будет приказ у его распределения на территорию. От чего производство, скажите, это Индия? Знаете, я не готова сказать. Я вот по иммуноглобулину, я информацией, к сожалению, не владею. Да. Но она может, можно рассчитывать, что если вдруг, не дай бог, человек будет укушен, ведь делают прививку не только, если там доказали, что собака бешеная была, да, что животное было бешеным, а при любых обстоятельствах, даже если там дворнягу не поймали, естественно, не могут провести анализ. Да, конечно. То есть вакцинация проводится не только тогда, когда вы доказали, что это бешеное животное. Вакцинация проводится в случае любой укушенной раны, то есть тогда, когда мы подозреваем, что это может быть бешенство. Я могу вас повеселить немножко. Совсем, наверное, прошлым летом у меня был очень интересный звонок. Мне звонили и спрашивали, ребёнка в зоопарке укусила черепаха, что делать, прививаться от бешенства или не прививаться. То есть на самом деле укусы ёжиков – это тоже необходимость вакцинации от бешенства. То есть надо сначала поймать, конечно, ёжика, потом, чтобы он себя укусил. Ну, в общем, да. Ну, у нас же, знаете, как, особенно дети увидели, где-нибудь в селе, ёжика и всё. Первый вопрос был, господи, что вы сделали черепахе, чтобы она вас укусила. Второй вопрос, второй ответ… Там в зоопарке ещё, господи, болотные вот эти маленькие. Да, второй ответ был, да, прививаемся, потому что… То есть вот так вот. А действительно надо прививаться от черепахи? Подождите, я продублирую вопрос на всякий случай. Вы скажете, да или нет? Да, и ёжики тоже, да. И ёжики, и лисы, и собаки, и вообще непонятные жилы. И не обязательно, если прокушена… Это млекопитающие. Если млекопитающие, то есть разговор идёт об экстренной профилактике от бешенства. Ну, то есть вот так. То есть не надо приставать к ёжикам. Согласна, к черепахам тоже, особенно в зоопарках. Как вообще проходит информационная политика, да, для того, чтобы родители знали, от каких… какие нужно прививки делать, какие лучше, какая вакцина существует? Есть ли, может быть, какие-то интернет-сайты с этой информацией? Либо можно позвонить на горячую линию, узнать. Вот как вы говорите, позвонила мама, укусила черепаха ребёнка. Ну, то есть да, во-первых, если возникают вопросы, очень часто озвучивают мой рабочий телефон 715-08-43, и я отвечаю на разные вопросы по поводу вакцинации. Есть очень замечательные интернет-сайты, где можно получить разумную информацию. Например, «Моя прививка.com», «Вакцина.com.ua». То есть вот можно зайти на эти сайты и почитать абсолютно достоверную информацию, зачем прививают наших детей, какими вакцинами прививают, что входит в состав вакцины. Можно почитать про различные мифы, которые гуляют у нас, насколько они правдоподобны или неправдоподобны, ну и получить достаточно большое количество ответов на свои вопросы. Ну и, наверное, можно получить такие же ответы на свои вопросы у участковых педиатров и, наверное, семейных докторов, которые знают эту информацию, владеют этой информацией и могут помочь родителям в объяснении, для чего нужно прививаться и от чего. Вы знаете, вот мы сейчас говорим, вакцины заканчиваются, да, и вроде бы как уже даже чуть-чуть отошли от темы на информационную политику, например, просвещение людей. Но, тем не менее, мы как... А суть-то вот того, что не будет вакцин, что произойдет, скажите? Надо просто подождать? Или же это действительно может негативно сказаться на самом дорогом, что у нас есть? Это на наших дети. Ну, к сожалению, никто не может предугадать, когда случится, если, не дай бог, случится эпидемия. То есть мы реально очень боимся, что будет неблагоприятная ситуация с дифтерией. То есть вот два случая полиэмилита у нас уже были, слава богу, полиэмилит... В Одесском регионе? Нет, нет, нет. На Западной Украине. Это то, что было на Западной Украине, да. Но так как полиэмилит — это болезнь, которая характеризуется, может характеризоваться бессимптомным носительством, да, то есть на одного заболевшего, ну, почему стали из-за двух детей прививать всю Украину, да? То есть потому что по параметрам ВОЗ это считается вспышкой. То есть почему? Потому что на одного вот заболевшего, парализованного ребёнка, 200 человек бессимптомного носительства. То есть они носят себе вирус, они этот вирус выделяют, они заражают окружающую среду и окружающих людей. Вот. И за счёт этого, в общем-то, была предпринята вот такая вот... Есть как-то, насколько я знаю, два этапа заражения, да? Это вот это искусственное, когда здоровый ребёнок вроде бы как выделяет вакцину, я могу сейчас ошибаться, вы меня поправляете, да? Потому что я таким обывательским языком. А есть, если ребёнок не привит был, и к нему тоже попал этот вирус? В общем... Ну, смотрите, та вакцина, которая у нас используется для профилактики полиэмилита, она делится на два вида. Это неживая вакцина, которая не может выделяться, то есть вот это убитый вирус, он вводится первый раз и второй раз по календарю, вот, и формирует иммунитет. И затем вводится живая полиэмилитная вакцина, это вот та, которая живой вирус, он попадает в кишечник, он там начинает размножаться и выделяется в окружающую среду где-то в течение месяца. Но это вирус вакцинный, да? То есть он безопасный. Ну, мы же не заражаем наших детей полиэмилитом, да? Да, и окружающих тоже, если ребёнок не привит. Да, он безопасный. Вакцинный вирус, он безопасный. И бояться, что привитой ребёнок заразит непривитого ребёнка, ну, не нужно, потому что вирус вакцины безопасен. Опасность может возникать только в том случае, вот то, что произошло у нас, когда очень большое количество детей непривито. То есть и ребёнок, который не привит, получает вакцинный вирус от другого ребёнка, да? И этот вакцинный вирус, он начинает, может в его организме видоизменяться. Потом этот чуть-чуть видоизменённый вирус, ну, мутировавший, да? Он попадает в организм следующего ребёнка, и получается такая длительная цепочка. И в конце концов, из безопасного вакцинного вируса может появиться не совсем уже безопасный мутировавший вирус. Это может происходить только в той ситуации, когда нет привитых, ну, нет достаточного количества привитых детей. Почему? Потому что если вирус попадает в кишечник привитого другого ребёнка, да, он себе поциркулировал там 30 дней, вышел и никакого вреда не принёс. И так далее, да? То есть если у нас все привиты, то вирус мутировать не может. Ему просто негде мутировать. Потому что вот этот вакцинный вирус, он вытесняет мутировавший вирус. То есть почему проводилась вакцинация даже привитых детей? Для того, чтобы если вдруг они являются носителями, то есть они не заболеют, эти дети, они защищены. Но они могут быть носителями этого видоизменённого вируса. И для того, чтобы из их организма вытеснить этот видоизменённый вирус, вводится вакцинный штамм. Он вытесняет плохой, грубо говоря, вирус. И вот таким образом ситуация прекращается. Я поняла. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Спасибо за такую откровенную беседу. И действительно, это очень важные цифры. Я уверена, что нас будет много людей смотреть сейчас, особенно мам, потому что актуально это больше всего для них. Я напоминаю нас в гостях Людмила Ивановна Самойленко, заведующая областным центром клинической иммунологии. Спасибо большое. Мы поговорили о вакцинации и о наличии вакцин в Одесском регионе. Это была программа «Вечер на седьмом». Провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам и не болейте. Продолжение следует...